Муви.ру. Есть что посмотреть. Привет, зритель! Привет, голос! Что-то у меня сегодня с настроением. Как обычно, плохое? Нет, наоборот, очень хорошее. Я бы даже сказал, наипозитивнейшее. Это плохо. Почему? Тебе, наоборот, нужно радоваться, ведь я могу простить все. И даже если я скажу, что ты идиот... Да, пожалуйста. И необразованный деревенщина... Ага. И паразит, высасывающий все соки из людей... Ты меня не разозлишь. И что, значит, долг простишь? А вот это вряд ли. И не мечтай. И про идиота, паразита и деревенщину я тоже запомнил. И что-то настроение начало портиться. А это, значит, время фейл-хот-ньюс. Слепота, страшный недуг. Людям с ограниченными возможностями непросто живется в этом мире. Видимо, именно это побудило Лизу Мёрфи сделать 3D-камасутру. Стоит данное изобретение 225 баксов. Это какая-то аналоговая новость. Ничего страшного. Мы ждем от тебя увлекательный цифровой рассказ. АСУС Н53 GQ 15-дюймовый ноутбук для всех видов виртуальных развлечений? Еще пару лет назад такое словосочетание звучало бы как минимум странно. Игры, интернет-серфинг, просмотр видео, работа с приложениями требовали мощного железа. Хорошего охлаждения. Все это вместе весьма габаритного корпуса. Зато теперь производительная начинка может скрываться в скромном на вид корпусе. Вот в таком, например, как этот. АСУС Н53 GQ Который весит немногим более 3 килограммов. И это при том, что ноутбук щедро отделан шлифованным алюминием. У АСУС Н53 GQ 15,6 дюйм дисплей. Обладает разрешением Full HD. То есть полноценный 1920 на 1080 точек. Процессор под его капотом мощный. Intel Core i7 с частотой 1,73 ГГц. И поддержкой технологии HyperTrading. И Turbo Boost. Есть целых 8 гигабайт оперативной памяти. Полутерабайтный винчестер. А также современная дискретная видеокарта. NVIDIA GeForce GT 425M. Все это позволит вам смотреть фильмы в HD. Работать с приложениями и играть в игры без тормозов. Обратите внимание на зазор между клавиатурой и основанием дисплея. Здесь располагается широкая металлическая сетка, под которой упрятаны динамики. Которые, что типично для семейства ноутбуков N, разрабатывались АСУС совместно с датской компанией Bang & Olufsen. Звучат они на голову лучше, чем все прочие доступные в продаже акустические системы, встроенные в 15-дюймовые ноутбуки. Мобильная видеокарта, которая здесь установлена, поддерживает DirectX 11. В сочетании с серьезным процессором и огромным объемом памяти это позволяет АСУС N53JQ выступать в роли самой настоящей мобильной игровой станции. Кроме уже перечисленных достоинств, есть оптический привод, который умеет даже читать и записывать диски Blu-ray, не говоря о CD и DVD. Есть порт Ethernet, беспроводные интерфейсы Bluetooth, Wi-Fi, карт-ридер, один порт USB 3.0, один комбинированный USB 2.0 eSATA, еще два USB 2.0, видеовыходы VGA и HDMI. Отличная, как и в других моделях серии N, клавиатура плюс удобный мульти-тачпад дадут возможности поработать за АСУС N53JQ в сласть. Цена ноутбука 48600 рублей в магазине Нотик, но ее полностью оправдывает широчайшие возможности этой машинки в сочетании с ее вполне разумными габаритами и массой. Голос! А у тебя у самого-то какой ноутбук? Зачем не говорить? Подумать, что реклама. Да не смеши меня! Какая еще реклама? Я-то знаю, какой у тебя комб. Просто хотел, чтобы зритель узнал. Отстань, не буду говорить. Это конфиденциальная информация. Еще одно такое умное слово, и у меня случится заворотский шок. Голос, он ведь поддерживает отечественного производителя и использует всезнайку. Ты что, дебил? Ты откуда такое слово узнал? У тебя что, на ноуте так написано? Не беси меня, гаджет! Нет у меня такого ноута и не было никогда. Мы поняли, поняли. Ты только успокойся, вдохни, выдохни и продолжай обзор. Asus NX90JQ. Это ноутбук. Правда-правда. Мобильный компьютер по имени Asus NX90JQ весит почти 4,5 килограмма. Это да. Но чего вы хотели при диагонали экрана почти 18,5 дюймов? По большей части, думается, этот ноутбук будет стоять на месте, как максимум, кочевать из одной комнаты в другую или из кабинета в кабинет, но неизменно будет впечатлять гостей. Ясное дело, премиальный ноутбук Asus NX90JQ ориентирован прежде всего на мультимедийные задачи. Его зеркальный дисплей с разрешением Full HD покажет видео высокой четкости в лучшем виде, а эти вот колонки позволят насладиться и соответствующим звуком. Начинка у ноутбука вполне подходящая. Процессор Intel Core i7 с частотой 1730 МГц и 8 ГБ оперативки, больше терабайта дискового пространства, очень неплохое встроенное видео NVIDIA GeForce GT 335M, разумеется, есть оптический привод и беспроводные интерфейсы, Bluetooth, Wi-Fi, то есть и поиграть на таком ноутбуке при желании получится как следует. Да и работать за Asus NX90JQ одно удовольствие. Островковые клавиши сделаны из приятного на ощупь нескользкого пластика. Клавиатура не прогибается даже при столь крупных размерах корпуса. Есть выделенный цифровой блок и две мультисенсорные панели по бокам. Да-да, вот эти участки справа и слева от клавиатуры – самые натуральные мультитачпады. В принципе, удобно. Единственное, что может расстроить – полированный алюминий под клавиатурным блоком. Там, куда при работе опирается запястье. Смотрится он шикарно, но пачкаться будет... С интерфейсами у Asus NX90JQ полный порядок. Есть порт Ethernet, оптический привод с щелевой загрузкой, с возможностью читать и записывать диски, Blu-ray, аж 4 порта USB, один из которых версии 3.0, eSATA, видео выходы VGA и HDMI, гнезда для наушников. Есть даже встроенный TV-тюнер и инфракрасный порт. Понятное дело, видео с такого ноутбука удобнее всего смотреть, расположившись на диване. При этом сам диван обойдется явно дешевле, чем Asus NX90JQ, который в магазине Notix стоит 85 400 рублей. С другой стороны, дисплей с диагональю 18,4 дюйма – невероятная производительность, качественный звук и непревзойденный дизайн. Нет, этот компьютер – находка для настоящих ценителей. Полноценная замена настольному мультимедийному компьютеру. Время СТГ! В эту рубрику сегодня попало изобретение ребят из Массачусетского технологического института. Предназначено оно для людей, которые часто пользуются кредитками. Молодым ученым показалось, что СМС-уведомлений о прошедшей транзакции недостаточно, и они разработали три типа бумажников. Первый – вибрирует, когда с карты списываются деньги. Второй – сопротивляется при открытии, если вы исчерпали лимит. И третий – раздувается и сдувается в зависимости от количества денег на счету. Выглядят гаджеты, конечно, прикольно, но функциональная значимость минимальна. 9 баллов по шкале тупости. Голос? Да. Дай-ка догадаюсь, неужели сейчас будет опять обзор? И, о боже, снова Asus? Все верно. Asus N73JF весит немногим более 3,5 килограмм. При таких размерах вполне разумно. Слава богу, с ноутбуком в комплекте идет сумка. Обратите внимание на крышку. Это шлифованный алюминий, что не может не радовать надежно, стильно и практично. Внизу под клавиатурой тоже имеется отделка шлифованным алюминием. А вот эта полоса металлической сетки над клавиатурой скрывает вот собой колонки. Как и во всех ноутбуках серии N, акустика – это разработана Asus совместно со специалистами компании Bank & Olufsen. Звучат колонки очень достойно. Кстати, Asus N73JF – полноценный мультимедийный ноутбук. Разрешение его дисплея Full HD 1920 на 1080 точек. Так что видео высокой четкости на нем пойдет без проблем и потери качества. Но компьютерные игры гораздо более требовательны к железу, чем видео. В данном случае железо представлено добротным процессором Intel Core i5 с частотой 2,6 ГГц и с поддержкой технологии Intel Turbo Boost, которая автоматически поднимает тактовую частоту каждого из ядер со штатной 2,66 ГГц до 3,2 ГГц. Кроме этого, 4 ГБ оперативной памяти, пара жестких дисков по 500 ГБ каждый, а также одной из новейших мобильных графических карт NVIDIA GeForce GT 425M. Для воспроизведения видео вполне будет достаточно и того графического ядра, что встроено в сам процессор Core i5. Благодаря режиму NVIDIA Optimus ноутбук сам переключается на использование менее мощного видеоядра, если на нем не запущены требовательные приложения. Это позволяет продлить срок автономной работы. Но если уж вы решили поиграть, GeForce GT 425M с поддержкой DirectX 11 вам в помощь. Коммуникационные возможности Asus N73JF включают Bluetooth, Wi-Fi, 4 порта USB, один из них версии 3.0, еще один совмещен с eSATA, оптический привод Blu-ray, видеовыходы VGA и HDMI. Аккумулятор здесь емкостью 4400 мАч. Не слишком много, но ведь 17-дюймовые ноутбуки переносят обычно от розетки до розетки и не рассчитывая проводить за ними часы в автономном режиме. Стоит Asus N73JF в магазине Notic 47 тысяч рублей. Вполне конкурентная цена для мобильного компьютера с такими широкими возможностями. Голос, а я думаю, что ты молодец. Как это? А что, обзоры на уровне, истерил мало. Я вообще-то всегда такой. Всегда такой это Ленин. Ладно, проехали. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!